Ирма Ида Ильза Грёзи родилась 7 октября 1923 года в деревне Врехин, в свободном государстве Мекленбург-Штрелеце Веймарской республики. Ее детство не назовешь благополучным. Возможно, именно в этом и кроются истоки зла. Когда Ангелу смерти исполнилось 13 лет, ее мать Берта Грёзи покончила с собой, выпила соляную кислоту, не сумев смириться с изменой любимого. Нацистка и четверо ее братьев и сестер остались на попечении отца, крестьянина Альфреда Грёзя. Увлеченный любовными интрижками и политикой Национал-Социалистической немецкой рабочей партии, НСДАП, он не заботился о детях. Оставленная себя на попечении, Ирма Грёзя бросила школу в 1938 году и обратилась в имперскую службу труда. Ее определили ассистенткой медсестры в санаториях Ахенличен в Лихен, где отдыхали ССовцы, а затем на молочный завод в Фюрстенберг. В 1942 году светловолосый дьявол вступила в женские вспомогательные подразделения СС и Союз немецких девушек. Альфред Грёзя яростно противостоял этому решению, но упущенного в общении с детьми было уже не наверстать. Окончив обучение в женских вспомогательных подразделениях СС, Ирма Грёзя напросилась работать надзирательницей в концлагерь Равенсбрюк. Позже на слушании Бельзинского суда она сказала, что эту должность ей назначила имперская служба труда против ее воли. С Равенсбрюка и началась облитая кровью невинных людей карьера гиены Освенцима. Ирма Грёзя не успела обзавестись мужем и детьми. Впрочем, ее личная жизнь из-за отсутствия постоянного партнера не стояла на месте. Светловолосый дьявол регулярно удовлетворяла сексуальный голод в объятиях влиятельных эсэсовцев и наиболее миловидных узниц. Выражаясь современным языком, она была нимфоманкой. Среди фаворитов Ирмы Грёзя упоминаются Йозеф Крамер, комендант Берген Бельзина, он же Бельзинский зверь, и Йозеф Менгеля, врач Освенцима по прозвищу Доктор Смерть. Эти мужчины сошлись с королевой эсэс не только на сексуальной, но и на идеологической почве. Судя по фотографиям и воспоминаниям узников концлагерей, Ирма Грёзя удивительно эффектная девушка. Ее длинные светлые волосы и голубые глаза, грациозная походка и изящная линия рук вызывали восхищение. Но в марте 1943 года это прекрасное чудовище перевелось в женский блок Освенцима, или Аушица, и пробудила в заключенных животный страх. Ирма Грёзя была вторым по важности человеком в женском отделении Освенцима после Марии Мандель, своей покровительницы. Она следила за порядком в 30 бараках, в каждом из которых содержались по тысяче человек. Надзиратели концлагерей часто превышали свои полномочия. Это история и об Ирме Грёзя. Она носила при себе инкрустированный драгоценными камнями хлыст, порой забивая подопечных до смерти. Морила своих собак голодом, а затем позволяла им полакомиться человечиной. Играла с заключенными в русскую рулетку, и никто не знал, когда грянет выстрел. Особой свирепостью отличались пытки беременных. Когда наступал момент родов, Ирма Грёзя связывала им ноги. Плод не мог выйти на воздух, а женщины умирали от боли. Согласно воспоминаниям узников Освенцима, светловолосый дьявол самолично занималась отбором в газовую камеру. Она забирала самых красивых женщин, не желая, чтобы ей составляли конкуренцию. Много времени Ирма Грёзя проводила и в лабораториях Йозефа Менгеля. Говорят, особое удовольствие ей приносила процедура удаления молочных желез. В начале 1945 года борющиеся с гитлеровской Германией силы начали освобождать концлагеря. Под угрозой оказалась и безопасность АОШ-ЦА. Заключенных решили перевезти в Равенсбрюк. Ирма Грёзя участвовала в эвакуации. В марте 1945 года Равенсбрюк оказался в зоне риска, поэтому королева СС с большинством узников переехала в Берген-Бёрзен. 15 апреля 1945 этот концлагерь передали в руки британской армии. Ирма Грёзя оказалась в числе 47 надзирателей, не желавших сдаваться без сопротивления. 17 апреля ее арестовали. На момент прибытия британской армии в Берген-Бёрзене находились около 60 тысяч выживших и более 10 тысяч погибших узников. Надзирателей, в том числе Ирму Грёзя, заставили копать для своих жертв братские могилы. 17 сентября 1945 года Ирма Грёзя предстала перед Бёрзенским военным трибуналом в числе 45 сторонников Третьего Рейха. Их обвиняли в нарушении закона и правил ведения войны и жестоком обращении с узниками Освенцима и Берген-Бёрзена. На скамье подсудимых вместе с ангелом смерти оказались Йозеф Крамер, врач Фридс Кляйен, надзирательница Элизабет Фолькенрад. Никто из 45 преступников не признал свою вину. В протоколах допроса Бёрзенского суда Ирма Грёзя упоминает причину смерти узников-концлагерей, объясняет свои мотивы, нам дали задание, очистить Германию от асоциальных элементов и обеспечить будущее истинным арийцам. 17 ноября 1945 года Ирму Грёзя и еще 10 участников Бёрзенского процесса приговорили к смертной казни через повешение. Она не подавала прошения и апелляции об изменении меры наказания. В прощальном письме, адресованном родственникам, Светловолосый Дьявол, писала, что счастлива умереть за идеалы Третьего Рейха. 13 декабря 1945 года палач Альберт Перпойнт привел в исполнение решение Бёрзенского суда. Он казнил Ирму Грёзи вместе с 10 ее соратниками в тюрьме Хамельна. Говорят, нацистка боролась с удушьем три минуты. Их тела легли в безымянную братскую могилу. Точное место захоронения неизвестно. Имеются свидетельства, что в 1954 году тело осужденных Бёрзенским военным трибуналом перезахоронили на кладбище М.Вэхл в Хамельне. Это сделали якобы потому, что призрак Ирмы Грёзи в 1948 году начал тревожить тюремного сторожа. Подтверждений мистической истории нет.